Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 3 августа, понедельник, и мы с вами не виделись одну неделю. По сравнению с прошлым понедельником, 27 июля, за 7 дней мы с вами посмотрим, как изменилась ситуация по коронавирусной инфекции у нас в городе Сарове. Больных на сегодняшнее утро 969 человек, и это плюс 80 человек за неделю. Таким образом, примерно 11-12 человек в день – это все тот же самый уровень платы, на который мы вышли, и около 15 человек в день у нас прибавляется количество больных. В этой части практически ничего пока на сегодняшний день не изменилось. Выздоровевших на сегодняшнее утро 696 человек, и это плюс 124 человека. Если опять же в среднем их делить на неделю, это 17-18 человек в день, и тут тоже ничего не изменилось. Мы с вами уже отмечали, что количество выздоровевших у нас сейчас превалирует над числом вновь заболевших. Это тоже очень хороший фактор. Тут тоже пока ничего не меняется. Умерших у нас стало пятеро. Это еще плюс один человек за истекшую неделю. Это женщина старше 75 лет. Конечно, уже был и возраст преклонный, конечно, уже и был букет серьезных хронических заболеваний, который способствовал тому, что коронавирусная инфекция очень быстро развелась и буквально менее чем за две недели унесла жизнь этой женщины. Поэтому опять лишний раз напоминаю, что группа риска – это лица преклонного возраста, а также лица с хроническими заболеваниями. И еще спрашивают, действительно ли среди умерших у нас есть лица из одной семьи. Да, ранее умершие, о которых я вам подробно обо всех рассказывала, действительно, там один мужчина и одна женщина. Это муж и жена из одной семьи. И вот вы видите, что, конечно, болезнь может и таким образом нанести утрату сразу на целую семью. Мало того, у них еще и сын болен, правда, он моложе и крепче, и его состояние много лучше и не внушает таких опасений, как у родителей. Но тем не менее, вот на этом делаю акцент. Пожалуйста, берегите своих престарелых родных, берегите своих близких, кто имеет хронически серьезные заболевания. На карантине у нас еще 177 человек в городе, и охват тестированием у нас по-прежнему где-то 260-270 анализов в день. Это примерно тот уровень, на который мы вышли уже достаточно давно, и тоже на нем держимся. У нас есть часть вопросов, касающихся госпитального лечения, то есть лечения в условиях больницы. Переживают люди, что помц не будет с августа принимать больше больных. Мы об этом уже частично с вами говорили, и я еще раз хочу напомнить, что очень многие ковидные отделения уже в целом по Российской Федерации начинают сокращать свой коечный фонд, и в основном все лечение уже уходит на местный уровень, и там койки по-прежнему сохраняются. Значит, у нас вот с учетом свободного коечного фонда, ну вот, кстати, на сегодняшнее утро свободный коечный фонд ковидных именно коек составляет 69%, есть все необходимое оборудование, поэтому еще раз хочу вас в этом плане успокоить, что лечение и тяжелых больных тоже совершенно спокойно возможно на базе нашей больницы. Хотя думаю, что если будут уж очень тяжелые больные, нам не откажет никакая из наших более серьезных крупных клиник, и нам никогда не откажут специалисты специального профиля, если что-то из этого потребуется. Пока мы не увидели большой разницы между лечением тяжелых больных в разных больницах. Во всяком случае, вот тех больных с серьезными сопутствующими заболеваниями, мы видим, что они протекают очень тяжело, и их лечение напрямую зависит даже не от места лечения, сколько от того, насколько их организм к моменту обращения к врачу был еще способен вернуться и сохранить свое здоровье. Но, повторюсь, это очень действительно важно, и квалифицированная медицинская госпитальная помощь, она сохраняется, она будет в зависимости от тяжести оказываться и здесь, и если потребуется, и в других клиниках нашего агентства. И второй вопрос, он касается в основном тестирования. Сейчас у нас в самой активной фазе пора отпусков, и вы знаете, что вышел нормативный документ Росатома, который говорит о том, что нужно, возвращаясь из командировок, а равно и из других частных поездок перед выходом на работу, обязательно проходить тестирование. В этой части очень много вопросов и очень много обсуждений. Но забота руководства Росатома совершенно мне понятна, потому что по-прежнему нашей главной задачей есть не только защита престарелого, больного населения, но и самая на сегодняшний день главная задача, когда мы возвращаемся к нормальной жизни, это не занести инфекцию в большие трудовые коллективы. Особенно трудовые коллективы, которые выполняют ответственный государственный заказ и которые должны работать, несмотря на то, что вокруг у нас есть какие-то эпидемии, подъемы инфекционных заболеваний. Поэтому давайте пройдемся по нормативной ссылке этого документа. Речь идет о том, что нужно в течение трех дней по возвращении из частной поездки или из командировки проходить тестирование методом именно ПЦР. Там это четко указано. То есть анализ идет на наличие коронавируса. У нас на сегодняшний день, учитывая огромное количество людей, которые сейчас будут возвращаться из отпуска и из командировок, нет пока возможности всех поголовно тестировать. Поэтому сейчас решаются вопросы сразу, комплексно, несколько. Во-первых, наращиваются мощности лабораторной базы. Я думаю, что мы это сделаем обязательно в ближайшее время и сможем взять в два, может быть, даже в два с половиной раза больше тестов. Но это не самоцель. Самоцель – не заразить коллективы. А это значит, что нужно из всех людей, кто возвращается из поездок, выбрать, во-первых, те, кто возвращается в крупные коллективы, чтобы не занести инфекцию в большой сразу коллектив, чтобы массово не заболело большое количество людей. Это раз. И второй критерий – это очень важно. Откуда возвращается человек? В какой зоне он был? Насколько велика там заболеваемость? Насколько велик риск был заражения там? Каким транспортом человек ехал? Железнодорожным? Пользовался услугами авиарейсов? Самолетом летел? Или на собственной машине? Все это играет значение. С кем он там общался? Каким образом проходила его отдых или частная поездка? Поэтому у нас созданы группы оперативного штаба в НИЭФ. И работодатель, сам работая с гражданином, с работником, со своим, будет определять, кому, когда, в какие сроки нужно сделать этот анализ. Поэтому у меня предложение ко всем работникам в НИЭФ в первую очередь по возвращении обращаться к своему работодателю, все эти вопросы с ним оговаривать и потом уже звонить нам. Поэтому я в любом случае хочу нацелить вас на то, что мы не оставим вас без медицинской помощи, мы не оставим вас без лабораторного контроля. Ну а вам, в свою очередь, я рекомендую по-прежнему сохранять и бдительность, и выполнять меры профилактики. Здоровья вам, всего доброго, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok